Каждый метр священной цитадели пропитан страшной болью. В далеком 41-м крепость истекла кровью, но не пала, благодаря тем, кто сражался до последнего. Сегодня, спустя 76 лет, в торжественной колонии у Вечного огня дети легендарных защитников крепости – первые свидетели фашистского наступления. Сегодня их называют маленькими героями большой войны. О июньской трагедии 41-го они вспоминают все с той же болью. И хотя то жуткое, на события время всю жизнь пытаются забыть, не получается. Одни из тех, кто возлагает цветы к Вечному огню, отдавая дань памяти священной земле цитадели и ее героям – Владимир и Людмила Семочкины. Их детство было убито пулями, бомбами, голодом. Такое не забывается. Знаете, когда началась война, мы жили в домах комсостава, вот здесь, недалеко от Северных ворот. Вот когда началась война, отец сразу вскочил у нас был. Политрук, он сразу быстро оделся, и последние его слова были. Таня обратился к матери. Береги детей. Людей очень много погибло. Очень много людей. Но, слава богу, вы сейчас видите, какой красавец Брест. Мы восстанавливали его, восстановили. Мы его любим. После торжественного митинга в конференц-зале Музея обороны у всех участников дружеской встречи была возможность пообщаться и просто поделиться воспоминаниями, обсудить вопросы взаимодействия делегаций, обменяться опытом и определить перспективы работы. Визит 30 представителей делегаций из города Сертолова в Брест далеко не первый. Отношения двух городов поддерживаются и развиваются, а с каждым годом становясь только крепче. Несомненно, то связующее звено, на котором строится белорусско-российский диалог, это общая, богатейшая на события история, общая система ценностей. Белорусы всегда были приветливыми людьми, гостеприимными. Мы такими останемся всегда, тем более для россиян. Это наши лучшие друзья, не только друзья, братья, наши сестры. С каждым годом становится все меньше ветеранов войны, проводников Великих Побед и все больше портретов в колонии Бессмертного полка. А потому первостепенная задача сегодня – сохранение памяти. Сегодня в Бресте проживает 680 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 240 участников боевых действий, 17 жителей блокадного Ленинграда, 260 узников фашистских концлагерей. В Великой Отечественной войне Беларусь потеряла каждого третьего, но память о них будет жить вечно, в героической истории советского народа и, конечно же, сердцах.